проснулись второй день в приморском и решили прогуляться соответственно с план до прудов рыборазведения мы вчера немного прошли по пляжу и там очень большие лужи от ручьев в брод надо переходить поэтому решили посмотреть другую дорогу в обход получается своротка идет от кафе нептун обходить получается слева зеленые лужайки сегодня по-прежнему пасмурно утром шел дождь днем обещают дождь но мы надеемся что нас может быть это минует к нам присоединился шальный пес веселый добрый а почему мы идем прудам рыборазведения потому что а там кайфовые пляжи мы думали сегодня там просто отдохнуть и пикниковаться где-то что-то побродить посмотреть там в красиво там возможно ну смысле они там точно есть черепахи но возможно не уже спят поэтому но собственно и также на машине если вы боитесь в этих там ямах лужах задеть днищем что-либо то есть также можно объехать это вы упираетесь в пограничную базу и также с левой стороны объезжаете немного не туда вышли куда хотели но река красивая с прудов сбросили воду сейчас там не озеро и не пруд а просто какая-то тина болота вот так вот по таким шлюзом сливают есть немножко еще осталось воды до к ним летит огромные белые цапли стоят там в этой болоте не просто здоровенный вот кого-то кто любит такие штуки бинокль захват захватываете интересно посмотреть круто они реально здоровые офигеть организованный кемпинг с палатками еще такое дофига палаток да там кто-то даже живет вышли на какой-то шикарно просто поляна рядом с одним кампингом находится дуб от не дуб кстати то это 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 похоже на такой просто тополь на выглядит как дуб и морюшка но зато уже немного похолодало измененных следов вообще уже нет она это что мы проходили кемпинг-лагерь это скорее всего видимо то ли орнитологи приехали то или еще кто-то здесь группа ходила с бинокльми сейчас и только что взлетала целая стая пеликанов косяком полетела вообще конечно вид зашибись эх да а это норок сидит в воде и тут вообще-то много вон там один на столбе сидит прям совсем близко классный норок наслаждается водицей а вот хоть пять присел это чё ничего не боишься почопал 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 такой можно взлететь не может да нет он сюда прилетел ну видимо просто лень ну видимо просто лень но это расстроилась вот собаки да лесные злые любимое развлекалого конечно здесь не приучены эти тени сочи далеко смотрились да заяц что-то нашла интересненькое это блин что такое это рыба а нет корова я подумал что-то вытянутое такое я че-то кто-то скушал а я наверное просто собаки расстегали реально первый раз или может это больная это скатающая корова дела добавлено ну ладно есть где побродить ну реально такое ощущение что такой океанический пляж широкий большой классное море волны ну такие далекие от береговой линии а-ля не знаю наверное типа шри-ланки наверное какой-нибудь вот тропический лес в общем у кого нет возможности сейчас выбраться но очень хочется посмотреть океанический пляж приморский самая тема третий день в приморском сегодня немножко разгулялась встали и сейчас позавтракаем сначала потом нам нужно успеть на электричку которая идет в 1430 примерно плюс-минус сейчас дайс уточнить в блокноте вот так что еще прогуляемся обратно по дороге по поводу самурского вот там вот дорога которая идет такая грунтовая через лес через такой через массив именно симпатичный сейчас дожди прошли и она там конечно вообще убитая поэтому если пешком то конечно не очень удобно но на машине нормально там проезжают спокойно вот а поскольку мы пешим то мы пойдем тем же путем что и пришли через бель-бель и на станцию их тун-казмоляр да вот так вот волнушки сегодня классные правда ветер да и ничего нормально на солнце тепла и так тело двигаемся из приморского в сторону электрички едем в дербент вот никаких особых планов на дербент у нас в эту поиску нет так мимо полем да и планируем дальше ехать в кизилюрт из дербента уже завтра и далее уже угрозный откуда у нас собственный вылет он несет себе заначку во рту потом дожую милые малыш все гулять пошла сфоткать очень красивый осенний лес конечно в погоду солнечную потому что пасмурно шли тоже красиво да но так вот просто ярче гораздо макака макака веселая макака я думаю не получится и чё все а верх не полезешь и гуляя по этой дороге вам может прийти уведомление от оператора что добро пожаловать в азербайджан близко и с их стороны но бывает что переключается туда-сюда не знаю насколько это проблематично с точки зрения роуминга билайн предлагает 350 рублей в день за 1 гигабайт и билайн сразу суетится не хотите ли потратить 350 рублей на интернет в этой зоне но в этой части леса не так много лиан но попадаются выглядит примерно вот так такие штуки но на них сильно на самом деле напирать нельзя потому что но не такие довольно хрупкие которые вот толстые сухие как глаза да такие на них я думаю особо не покатаешься да это сломаны так это и палка а дает глаза тоже да я понятно митиньяты нурла ул ела а бана а 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 это мы зашли уже в тунг-тунг термоляр до электрички полчаса но в принципе успеваем а это кстати орех да орех а а а а а а а а а я а а а тюрьки а а и высажены пальмы какой узкий дом заяц пошла опять фоткать хурму очень большое дерево конечно все обсыпаны станция 2449 по карте она выходит как до 451 да здесь мечеть гор не видно от нее получается ближайшая дорога первое это непосредственно самурский лес там такая указатель есть и она выходит как раз в районе прудов рыборазведения дальше метров 500 мне на больше в метр восемьсот как раз хтун казмоляр и на бельбель казмоляр и приморский вот тут по идее река самур что-то особо ее не видно а и и и и и и Пригнали в Дербент, то что-то совсем дубовое. У нас есть на побережье пару таких любимых мест уже. Сейчас малые паруса идем. Думаю, может там что-нибудь горячее поедим. А вот здесь вот улица Тахо-Гади. Один как раз из немногочисленных памятников Сталина, которые можно встретить. Ну, это такой, в Дербенте, мне кажется, один из известных. Ну, вот снимали один в Хивах стоит. Ну, и здесь такой прям Сталин. Вот. Пойдем что-нибудь горячее поедим. Согреемся. Ну, и уже, собственно, скоро закат, на самом деле. Что, товарищи, вот оно Казминское море. Вот этот ракушечник классный. Мы так мечтали покушать сегодня, прям отъесться в этом замечательном месте, алые паруса. Прям набираем, где с видом на море, но нет, не получается. Очень ветер, 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 прям в отеле стою. Так, на обед у нас суп с крокодельками, ну, правда, который я уже почти доел. Телятина. Это, ну, на самом деле, просто такой слоеный хлеб. Очень вкусный. Очень вкусная штука. Чудо с сыром, чудо с зеленью. Ням-ням. Еще у зайца будет какой-то салат. В Дербенте мы засиделись сюда же, на базу отдыха. Маяк, туалет. Что, маяк? Ой, маяк. Алые паруса. Алые паруса, да. Кроватка, стульчики, водичка и балкон, да. На городе-то разница. Да, без разницы, куда. Нам все равно, нам в шесть электричка. Вот. Привет. Нравится нам алые паруса. Тут вкусно. Ну, и, в принципе, относительно недорого, кстати. 2 800 стоит номер. Так что зашибись.